Так вот, если мы возвращаемся к плащанице, есть еще один очень интересный момент. Кстати, вот на основании того, что радиоуглеродное датирование дало 12-13 век, сразу стали говорить о том, что плащаница поддельная. Но если события евангельские происходили позже и не на территории современной Палестины, почему же она поддельная? Как раз если это 12-13 век, вполне вероятно, что плащаница действительно настоящая. Более того, когда говорят о плащанице, там еще один интересный момент есть, о котором почему-то все время забывают сказать. Плетение, то как соткана эта плащаница, вот тот вариант плетения, который существует, таким способом вещи не делали в начале нашей эры. Такой способ плетения, он возник, по крайней мере, на тысячу лет позже. Поэтому, когда говорят о том, что плащаница, скажем так, это 12-13 век, и когда говорят о том, что вот тот способ плетения, который можно найти в плащанице, соответствует не седой древности какой-то, не античности, а условно 11-12-13 век, все очень даже, все становится очень даже реальным. И тогда действительно можно говорить о том, что плащаница, это действительно вещь, которая имеет отношение к страстям Христовым, к распятию и так далее, и так далее. Кстати, недавно, если я не ошибаюсь, в 2005 или 2006 году, было проведено еще одно радиоглеродное датирование другой реликвии, связанной со страстями Христовыми. Табличка с надписью Иисус Христос Царь Иудейский, которая была прибита над крестом, она сейчас, если я не ошибаюсь, находится в Риме, и вообще найдена она была, впервые она всплывает в Риме, по-моему, в 16 веке, если я не ошибаюсь, по-моему, в 16 веке, в конце 16 века. Тем не менее, вот это самое тетло, было проведено его радиоглеродное датирование, которое тоже дало разброс, по-моему, там с некоторым разбросом, получилось около тысячного года. То есть, то ли тысячный год, то ли там, то ли конец 10-го, то ли начало 11-го века. То есть, вот приблизительно в это время было, по версии людей, делавших радиоглеродное датирование, создано это тетло. Тоже, кстати, очень интересный результат. Опять-таки, мы сдвигаемся на ту самую тысячу лет. То есть, опять-таки, это не седая древность, а гораздо ближе к нашему времени. И опять-таки, найдено оно было по преданию святой Елены, привезено якобы в Рим, в который Елена не любила возвращаться. Вот. И повторно-повторно оно всплывает только в 16-м веке. Вообще, если мы говорим о реликвиях, связанных со страстями, большая их часть, большая их часть, всплывает в Европе в 14-м веке. Либо конец 13-го, либо 14-й век. Есть, конечно, некоторые исключения, есть, конечно, некоторые исключения, но подавляющее большинство этих реликвий – это конец 13-го, 14-й век. Ну, из того, что имеет смысл упомянуть, да, вот из этих реликвий. Ну, мы о Туринской плащанице мы только что поговорили. Что касается, например, частей креста Спасителя. Частей креста Спасителя. Их достаточно много. Достаточно много. И кто-то из протестантских проповедников в 16-м веке сказал о том, что если все эти части, все эти деревянные части, которые сегодня выдаются за части креста, собрать воедино, то из них можно собрать корабль, а не крест. Ну, тем не менее, эти частички креста Христова существуют. И самая большая часть, самая большая часть находится в Испании, в Санта-Торобио де Лиебана. И первое упоминание о ней, по-моему, 1316 год, если я не ошибаюсь. То есть, опять-таки, тот самый 14-й век, о котором мы говорили. Кстати, если мы говорим вообще о распятии и о кресте, это тоже очень интересная тема. Почему распятие? И вообще, если мы говорим о том, что распятие было на территории нынешнего Израиля, почему лес, которого в Израиле и так практически нет, который там на вес золота, используется для позорной казни? Зачем? Где можно распинать на кресте? Да там, где деревьев много. По крайней мере, не там, где лес на вес золота. А лес там действительно на вес золота, на территории нынешнего Израиля и Палестин. Там его просто нет. Там его просто нет. То есть, самая простая казнь для тех мест, да, это побивание камнями. Ну, просто потому, что их там много. А вот распятие, зачем тратить, вот с точки зрения, да, с точки зрения людей казнящих, зачем тратить драгоценный лес? Нет, конечно, существует гипотеза о том, что их могли там использовать повторно и так далее, и так далее. Но тогда как быть с раскопками царицы Елены, которая нашла этот крест на том же самом месте, где он по преданию и был. То есть, это означает, что крест был, ну, если так уж совсем грубо говорить, был одноразовым, да. То есть, это для каждой казни использовался, для каждой следующей казни использовался крест. Тем более, если бы он не был одноразовым, да, то не было бы крестного пути. И не было бы пути Христа с крестом на плечах. Во-первых, зачем переводить ценнейший лес, да, на каких-то там разбойников? Зачем действительно устраивать такое шоу? И так далее, и так далее. То есть, вопросов на самом деле много. Ответов на них, к сожалению, нет. Вообще, если мы говорим об этих разбойниках, Вар-Раван или Вар-Рава, да, это был разбойник отпущенный. Тот разбойник, которого отпустили. То есть, могли отпустить Христа перед Пасхой, могли отпустить Вар-Равана. Отпустили Вар-Равана. Но этот сюжет все хорошо знают по Булгакову, да. Больше знают его по Булгакову, чем по евангельской, какой-то евангельской, или около евангельской литературе. Так вот, Вар-Раван был отпущен, Вар-Рава был отпущен. А дисмус и гестас казнены в русской православной традиции. Благоразумный разбойник назывался Ворох, Врах или просто Рах, как писали на древних иконах. Вполне возможно, что вот тот самый Вар-Рава, который был отпущен, превратился в Вароха, Враха или просто потом Враха. Большая же часть источников утверждает, что имена этих разбойников были дисмус и гестас. Вот, кстати, тоже еще один интересный момент. В арабском, в арабском Евангелии детства спасителя, они названы Тит и Думах. Есть варианты апокрифические, в которых эти разбойники называются Дижмон и Геста. Есть варианты Дижмон и Эста. Очень интересно, правда? Вполне французский, да, даже так специально произнес, чтобы было понятно, откуда ветер дует. Вообще, имена интересные сами по себе. Имена интересные. Вот никто почему-то не задается вопросом. Когда этимологизируют их имена, дисмус и гестас, никто не задается вопросом. А откуда у них вообще такие имена? Почему у них? Это что? Это что, греческий перевод? Или что это? Почему у двух разбойников, местных, кошерных, почему у них греческие имена? Хороший вопрос. Честно говоря, я не нашел ответа в традиционной евангельской литературе на этот вопрос. Почему? У них греческие имена. Это такая же ситуация, приблизительно, как со свиньями. Со стадом свиней. Если вы помните, мы говорили, что там было стадо свиней, и его списали на греков. Тут такая же ситуация. Вот местные разбойники. Местные разбойники. И у них греческие имена? Да, это странно. Немножко странно, правда? Более того, когда их начинают этимологизировать, еще интереснее получается. Имя гестас вообще не могут этимологизировать. Ну вот не могут и все. То есть, если вы попытаетесь найти информацию, как перевести, например, там, с греческого, или с арамейского, или с какого-то еще имя гестас, как-то не очень получается. С дисмосом приблизительно такая же история. Его этимологизируют через греческое слово, которое означает закат смерти. Ну, представьте себе такое имя, да, у человека. Мальчик, как тебя зовут? Смертью кличут. Ну вот, смешно, правда? Получается, что именно так. То есть, получается, что казнят вместе с Иисусом, казнят двух греков, имя одного из которых Димас, смерть, закат, а имя второго просто не этимологизируется. Странный сюжет, правда? Почему тогда, почему с такой помпой? Ради каких-то греков? Почему их казнят с помощью Рима? Рима? Ну, то есть, вопросов на самом деле очень много. Что это за местные разбойники с греческими именами? Имена которых еще и странные такие. Нет, вполне возможно. То есть, если мы говорим о том, что эти имена говорящие, как, например, имя Петра в Евангелиях, то они должны быть понятны, по крайней мере, они должны быть понятны переводчикам. А тут такой разнобой в переводах. А тут еще Арабское Евангелие Детства, в которых они Тит и Думах. Эти имена очень хорошо, как ни странно, можно выводить из славянских языков. Потому что тот же Думах, да, тот же Ди, его по-разному пишут. Димас, Дисмос, Думах, Дежмон. Мы вспоминаем, что это был благоразумный разбойник. То есть, Думающий. Вот отсюда и Думах. То есть, корень-то один и тот же. А что касается Гестаса, то его имя тоже неплохо этимологизируется. Гость. Гость в древнерусском, в старославянском, да, это в том числе и чужак-враг. И, кстати, согласно церковному преданию, Дисмос, это первый вообще человек, вошедший в рай вместе с Христом. Именно об этом были, именно это обещал ему Христос, когда Дисмос уверовал в него и сказал ему об этом. А второй разбойник поносил Христа всячески и о нем в церковной традиции говорится, что он был неблагоразумным разбойником, то есть враждебным Христу. Вот вам отсюда и гость враг. Ну, это одна из гипотез, да. Такая гипотеза, она более вероятна, чем гипотеза о том, что у людей такие странные имена. Но даже если мы абстрагируемся, да, от того, что, от того, как этимологизируются эти имена, остается вопрос, почему они не арамейские, почему они не местные. если дело происходит на территории современного Израиля Палестин. Это мы так немножечко отвлеклись. Немножечко мы отвлеклись. Кстати, если, тут еще один такой интересный момент. Мы заговорили о Вараве, о том разбойнике, который был, который не был распят, который был отпущен вместо Христа. Если принимать традиционную трактовку о том, что Вараван это сын Равина, сын Равина, тогда, в общем, становится понятно, почему отпустили. То есть, ну, как-то перед Пасхой сына Равина казнить не очень кошерно. Что касается, если же его имя этим логизировать по-другому, а скорее всего его нужно этим логизировать по-другому, то он у нас будет не Вараван и не Варава, а просто Варвар. Нормальное такое греческое слово Варвар, то есть, опять-таки, чужак. Отсюда мог появиться потом в русской версии враг, ворох, рах, и так далее, и так далее. Но, опять-таки, это только гипотез. Теперь давайте вернемся все-таки к фактам. Мы так немножечко отклонились от основной линии. Если помните, мы говорили о тех вещах, которые ныне высоко чтимы всеми христианами, христианами всего мира, о реликвиях, связанных каким-то образом либо с жизнью Христа, либо жизнью близких ему людей, либо с событиями, происходившими в то время. Так вот, мы остановились на Туринской плащанице и на табличке с надписью, которая была привита к кресту. Какие еще существуют реликвии? На самом деле реликвий достаточно много. Вот, например, есть такая реликвия, как железная корона Ломбарди. Вот, есть железная корона Ломбарди или корона Ферреа, да? Известна она тем, что была сделана из одного из переплавленных гвоздей, которыми был прибит Христос к кресту. Время время первое упоминание об этой короне 1311 год. Сейчас она находится в Италии, то есть, в общем-то, недалеко от нынешней Галии. Далее, кровь спасителя, мы о ней сегодня уже говорили, кровь спасителя, которую собрал по преданию Иосиф Аримофейский, находится она в Брюге, и первое упоминание 1311 год, опять-таки. Одна из самых интересных реликвий это копье судьбы, копье Лонгина, так называемое, вокруг которого ходят столько всяких интересных рассказов, о котором много пишут, много говорят, которым, опять-таки, по каким-то косвенным данным, мечтали, мечтал завладеть Гитлер, так далее. Первое упоминание о копье 13 век, в более-менее достоверном источнике оно впервые всплывает в 13 веке, то есть все остальное это некие легендарные такие точки, а вот первое более-менее внятное упоминание в источнике, в нормально датированном, это 13 век. Кстати, император Карл IV приказал на этом копье сделать надпись удостоверяющую, что это то самое копье. И было это в середине 14 века. Кстати, тоже 1354 год. 1354 год. Какие еще существуют реликвии? Вот есть еще святой потир. Часто свешивают со святым Граалем, но это немножко другое. Святой потир по легенде это та чаша, из которой пил Христос во время Тайной вечери. Находится этот святой потир в Испании, в Валенсии. И первое упоминание о нем опять-таки 14 век, 1399 год. Даже есть место первого упоминания, монастырь Сан-Хуан де-Ла-Пенье. Вот. Аахинские святыни в городе Аахине в музее есть три колбы, в которых находятся одни из величайших святынь христианского мира. Это платье Святой Девы Марии, свивальники Христа, его повязка и саван Иоанна Крестителя. И впервые они были показаны в 1349 году. 1349 году. И есть некоторые свидетельства того, что в Ахине они оказались из Чехии. В Ахине они оказались из Чехии, из Праги. И по крайней мере реликварии для этих вещей были изготовлены в Праге в конце того же 14 века. Но существует легенда о том, что якобы эти вещи попали в Ахине, случайно попали они благодаря Шарлеманю, Карлу Великому. Но что такое Шарлеманя, это отдельная очень смешная история. Но сейчас не об этом, сейчас мы говорим о других вещах. Так вот, опять-таки, возвращаясь ко времени, опять-таки, 14 век. 14 век. Далее, Терновый Венец. К сожалению, о нем известно не очень много. Опять-таки, очень много было в Средневековье Прохиндеев, которые говорили о том, что у них тоже есть кусочек Тернового Венца, но ситуация приблизительно такая же, как с Крестом. Но, тем не менее, считается, что вот этот Терновый Венец, по крайней мере, основная его часть, находится в соборе Парижской Богоматери во Франции, в Париже, и прибыл он туда якобы из Византии. Ну, опять-таки, вопрос, прибыл или нет, остается открыт, там, а вот то, что он находится на территории Галии, находится в соборе Парижской Богоматери, это факт. Еще одна очень важная вещь, это сударь Завьеда. Сударь, его очень часто путают с саваном Христа, но на самом деле или его часто упоминают вместе с Туринской плащаницей. Сударь Завьеда это такой платок, который накидывался на голову умершего, и вот считается, что вот этот самый сударь, этот платок находится во Вьеда в Испании, и вот здесь мы имеем дело как раз с исключением, первое достоверное упоминание о нем 11 век, конец 11 века, вот, но дело в том, что опять-таки документа из 11 века у нас нет, у нас есть копия 13 века, в которой говорится, что вот в 11 веке на самом деле все было. Кстати, вот если мы говорим об этом сударе Завьеда, этот сударь Завьеда исследовала, по-моему, сейчас я скажу, Дженнис Беннет, Дженнис Беннет, это это имя исследователя, она исследовала как раз историю этого самого сударя Завьеда, и она в одном из интервью обмолвилась о том, что в середине 14 века испанский король, какой-то там из альфонсов, номера сейчас не помню, не буду обманывать, номера не помню, так вот, этот самый король очень хотел увидеть этот сударь, этот платок, но ему его не показали, это середина 14 века, а впервые этот сударь Завьеда был явлен широкой публике в середине 16 века, 1547 год, не ранее, то есть именно середина 16 века. 18 века. 0 Субтитры создавал DimaTorzok